Здравствуйте! Приветствуем вас на канале лаборатории спортивной адаптологии профессора Виктора Николаевича Силуянова. Меня зовут Виталий Рыбаков, я являюсь основателем этой лаборатории и одним из наших направлений является спорт высших достижений. За более чем 20 лет мы подготовили чемпионов в более 50 видах спорта. Многие из них стали высококлассными тренерами, тренерами сборных команд, а также специалистами нашей лаборатории. Одним из таких специалистов является мастер спорта международного класса, чемпион России, победитель этапов Кубка Мира Кирилл Стрельников. Я и Андрей Борисович Давыдов являемся тренерами Кирилла. Благодаря спортивной адаптологии и регулярным тестированиям нам удалось значительно снизить тренировочные объемы и увеличить эффективность нашей работы. Все это позволило Кириллу улучшить свои результаты. Несколько дней назад Кирилл в очередной раз стал чемпионом России. И мы продолжаем серию обучающих тренировок по спортивной адаптологии. Сегодня мы расскажем вам еще об одной интервальной тренировке для увеличения аэробных возможностей мышц, для увеличения количества митохондрий в промежуточных и гликолитических мышечных волокнах, а также для увеличения анаэробного порога. Интервальная тренировка четвертый тип. Другие типы интервальных тренировок, специальные силовые тренировки для плавания и для других видов спорта, а также целое оздоровительное направление смотрите на нашем канале. Поехали! Интервальная тренировка четвертого типа имеет 4 варианта. Сегодня мы вам расскажем о первых двух. Первый называется шаг, второй вариант называется шаг плюс темп. В варианте шаг работа выполняется от 30 до 40 секунд. Интенсивность плавания 80-90 процентов от вашей максимальной скорости на отрезке в 50 метров. То есть, к примеру, если я плыву брасом за 27-5, 27-5 мы делим на 100 процентов, получаем 1 процент. 1 процент мы умножаем на 20, получаем в районе где-то 5,5 секунд. 5,5 секунд мы прибавляем к 27,5. Получается время в районе 32-33 секунд. Значит, моя задача плыть полтинник в бассейне за 33-32 секунды. Причем, я должен приложить минимальное количество циклов для поддержания этой скорости, этого времени. То есть, к примеру, если раньше я плавал 33 секунды на 15 циклах, то в данный момент времени я плаваю на 11-12 циклах. Естественно, для спортсменов, которые плывут время плавания больше, вернее, меньше чем 30 секунд, они одевают дополнительное сопротивление. Можно одеть также большие лопатки или средние лопатки. То есть, здесь все подбирается индивидуально. К примеру, для одних спортсменов, к примеру, дельфинисты, брасисты, будет актуально плавать с соревновательной техникой, стараться приложить минимальное количество циклов и проплыть, попасть как раз таки в эти 80-90 процентов. Кролисты, естественно, плавают по времени меньше, отрезок их самый быстрый, меньше чем 30 секунд. Они добавляют в себе дополнительное сопротивление в виде пояса и больших лопаток. Интервалы отдыха после проплывания одной дистанции до полного восстановления в среднем это от 2 до 3 минут. Обязательно не нужно стоять и отдыхать. Нужно спокойно, низкоинтенсивно закупываться. Можно на спине, на груди. Главное, чтобы вы спокойно восстановились. Ускорение выполняется до появления локального утомления, либо изменения техники плавания. Чем отличается шаг от второго типа шаг плюс темп? Во втором варианте интервальной тренировки четвертого типа, после отметки в 25 метров, мы начинаем удерживать ту же длину шага, которая была, но добавлять темп. Плывется до момента, когда ты увеличиваешь темп, но у тебя не получается удержать ту же длину шага, которая была до этого. Также до ощущения локального мышечного утомления в мышцах. Легкой-легкой. Первых признаков забитости легкой. Если уже при выполнении данного упражнения у вас возникло жжение в рабочих мышцах, то это уже говорит о том, что вы переплыли данный отрезок, то есть до этого момента. Данную тренировку мы выполняем по сериям. В одной серии от 3 до 5 ускорений. Количество этих ускорений в серии подбирается таким способом, чтобы в момент, когда вы после интервала отдыха, активного отдыха между ускорениями, уже не можете выполнить данное ускорение с нужной скоростью. У вас идет либо западение скоростью, либо вам надо прикладывать излишнее усилие, либо локально мышечное утомление наступает не на 30-40 секунды, а уже начинает наступать на 20-20 секунды. Это все говорит о том, что нужен более длительный интервал отдыха, и на этом серия у вас должна закончиться, и длительный интервальный отдых активный уже для того, чтобы снять излишнее закисление мышц. За одну такую тренировку мы выполняем от 1 до 5 серий. Количество этих серий зависит от того, тонизирующая у вас тренировка или развивающая тренировка. В тонизирующей тренировке мы выполняем 1-2 серии, и в развивающей от 2 до 5. Но еще раз напоминаем, что количество серий или тренировочный объем на каждой тренировке индивидуален. И развивающая тренировка в один день может быть в 2 раза больше объема, чем в другой день. В неделю мы выполняем от 1 до 4 таких тренировок. Это зависит от цикла подготовки, от периода подготовки, от направленности микроцикла и от календаря соревнований. Если у вас микроцикл направлен на увеличение митохондриальной массы, то рекомендуем выполнять до 4 таких тренировок в неделю. Если скоростно-силовой микроцикл, то либо вообще эти тренировки не нужны, потому что идет набор мышечной массы, либо 1 такая тренировка в неделю, до 2. Также хотелось дополнить картину подбором скорости плавания. Учитывайте тот момент, что ваша максимальная скорость проплывания 50-метрового отвеска – это соревновательная дистанция, вы плывете со старта, вы плывете в костюме, возможно, бритами вы в этот момент были. Поэтому, когда вы будете считать 80-90% от вашей максимальной скорости, учитывайте этот момент. То есть, к примеру, может быть, время вы посчитаете для браса 31-32 секунды, накидывайте смело секунду-полторы. Вот и все. Приходите к нам в лабораторию на обучение и на тестирование. Мы определим ваши лимитирующие факторы. Разработаем для вас уникальную тренировочную программу. И становитесь чемпионами вместе с нами. Продолжение следует...